Утро в музее, время волшебное. Сотрудники спешно убирают специальную защитную ткань с экспонатов. Реликвии просыпаются и готовы к встрече с посетителями. В пятницу глаз, который захотят рассмотреть каждую деталь, будет больше обычного. 16 февраля исполняется 166 лет со дня рождения Дмитрия Геннадьевича Бурылина, основателя музея редкостей и древностей. Познакомиться с экспозициями в этот день можно бесплатно. Но пока стоит город, пока существует музей, имя Бурылина не будет забыто. Все его современники гораздо более богатые, чем он, и, как им казалось, гораздо более умные, более, так сказать, умно вкладывающие деньги сейчас забыты. И мы сейчас их помним только постольку-постольку, были ли они дружны с Бурылиным, участвовали ли они в его проектах, сделали ли они что-то для города, как, например, Куваева, который больницу построили, или нет. Если оружие висит на стене, то оно обязательно выстрелит. В музее это правило работает не хуже, чем в литературе. О том, что в витрину с оружием Кавказской войны затесался чужак, выяснили совсем случайно. Для хранителей коллекции это стало настоящим открытием. Почти случайно в 2015 году здесь у нас присутствовал арабист из Москвы, доктор исторических наук Илья Владимирович Зайцев, который, проходя мимо этого ружья, наклонился и вот здесь прочитал надпись на арабском языке. Ее плохо даже видно вот отсюда, это надо было специально увидеть. Тут же ее перевел и сказал, что ружье это вовсе не турецкое, не кавказское. А ружье это когда-то входило в оружейную коллекцию крымского хана Селима II из династии Гиреев. Прелесть находки в том, что от крымского ханства осталось очень мало предметов. Вот и получилось, что спустя столетия оружие снова выстрелило в метафоричном смысле. Коллекция оружия Музея промышленности и искусства насчитывает около 1200 экземпляров. Здесь и буррелинские приобретения, и более поздние поступления. Пистолет под номером 5 в нашей стране представлен в единственном экземпляре. Это оружие Алексея Сурнина. И тульские музейщики готовы отдать за данный экземпляр все, что угодно. Алексей Сурнин известен как человек, послуживший прообразом для такого известного произведения поести писателя Лескова, как левша. Алексей Сурнин считался достаточно высококлассным, таким хорошим производителем оружия. А не случайно князь Потемкин называл не просто его оружейщиком, а художником оружейного дела. Всего в мире только два пистолета левши, и один из них в Иванове. Описывают редкие книги и заносят информацию в базы данных студенты-практиканты. В библиотеке работают непочатый край. Дотрагиваются до литературы только в перчатках. На экземпляры в прямом смысле слова стараются не дышать. Конечно, большая ответственность. То есть некоторые экземпляры уникальны. И приходится работать с такой осторожностью. Но вот прям дух истории, так сказать, пропитывает. Может потому, что я историк, и мне это еще приятнее. Но такое, да, приятное чувство. Бурлинский дух тоже проникает. Музей притягивает, живет, развивается. Загадывает загадки и тут же помогает с ответами. Будь то сам Дмитрий Бурлин до сих пор лелеет и оберегает свои редкости и древности. Чтобы они также преданно встречали своих посетителей еще много лет. Не ощущать присутствие Бурлина, рассказывают сотрудники, в этих стенах просто невозможно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.